С Новым утром, уважаемые телезрители! Начинаем передачу местного телевидения. Сегодня среда, 29 сентября. Уважаемые телезрители! В очень сложных условиях идет в этом году уборка картофеля. Такая ситуация сложилась не только в нашем районе, но и по всей республике. На сегодняшний день убрана картофеля по району 204 гектаров. А это всего лишь одна треть всей площади. Нужно отметить, колхоз Победа уже закончил уборку картофеля. Также неплохими темпами идет работа в колхозе имени Максима Горького «Восток. Дружба». Но во многих колхозах очень медленно идет работа. В понедельник на оперативном совещании глава местной администрации города и района Назарзагитович Зязов призвал всех руководителей предприятий организации города помочь колхозам и совхозам. Выращен неплохой урожай. Нужно в предельно короткие сроки убрать второй хлеб на всей площади. А сегодня, уважаемые телезрители, мы с вами побываем колхозе Зарья. Продолжение следует... Продолжение следует... Это очень важно. В этом году 8-9 гектар шамасы уже летят. В основном, многие из них были мобилизовать. Я, допустим, уже 75 гектаров. В частности, у нас есть пенсионеры. У нас есть пенсионеры. У нас есть пенсионеры. У нас есть пенсионеры. Они идут в новое, и делают корпорация в мире. Есть два вида? Они есть в нем. Они проводятся в деревне. У нас есть конкретические продукты. Они помогут, вы можете подготовить к нашей стране. Они помогут, чтобы наши ролики. Они помогут, чтобы они, когда они покинули нам. Они помогут в городе. Они помогут в приятном. Они помогут в awaken Filter. Они помогают нам, если они помогут в toys. Мы помогаем в мире. Иртыпы келді, бүгін. Иш арган жатчы келді, бүгін. Фидейл Мулаханышка беребес? Ипташлар, бұйл біздің барангы Калхозда барлығы 35 гектар майдан да билай. Мырабу Верхне Барабановка бригадасында Барлығы 22 гектар барангы, Максим бригадасында 8 гектар. Бұйл хава шартлары битны қауыр бұлды. Мырабы біз басып тұрған басуда сулар бұтырып тұра Барангының әретараларында. Капалка біле керіп бұлмай. Сенек шықу білен саразы шишме қазаңа көп су келіп шыға. Мына шының үшін бұйл бітін барангыныңда құл білен сенек бұлалыға тұру келі. Мына шуларының үшінді бәйтіп хава шартларының шар болуы нәтикесінде Барангыны шығып алып бік ауыр. Шының үшін бәрәңгі басуда қышқылыққа шеріп басуда қолмасын үшін Қалқысы пұрамланың есі үзінің үйдара ұтырышында Барангыны тизділәті үшін басуда қолдырма үшін шыңдай шарар қабыл үйтті. Қалқысын үшін бұлда бұл сайынды әгерді ғар бір күші жеге үйкен күні бойына Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 а на башка шлар лабора дэнт бэна бүгін без подборка ашықтык мина пенсия дага инде и 1-й пенсия дамына мошен кадим ауи нын агрегаты пенсия да бұл ону коромастан комбайнер шлей аны подбираты бетабыз аның артында армагин романов марсисымны агрегат подборка да бүгін амана еркабасыңында прямойда прямойда да сонабыз бүгін мина бүз бірінші бригада аның басыңында сұңғы ектерларыны убырады аның бүз бүряма ектер buzz düске вір ұрама и ныне алапу бүгін бұл қамын үш salvай諗ғ сұлай-ҒыдайWell бүрінші күнтуштлер мы бүрінғы қатылар яробы қамынмын үш activity outro канал ардұры ярruktur ou water камбайнер 원�аны trademark бар мина пака да бұл воды Frза бүріншкінннаным б்ряд Warren Продолжение следует... 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 Нет, открыт, пью от замечаний. Отзываются хорошо, ведет прием каждый день. Что еще надо будет? Все довольны со всеми нашими инспекторами. Решения принимаются сразу, решаются, не отклоняются, не откладываются на завтра в сегодняшнем дело. Продолжение следует... А вот сейчас мы беседуем с посетителем этого отдела, Хафизом Инсаковичем Иксановым. Хафиз Инсакович, Вы первый раз обращались в этот отдел? Двух минут. Я давно уже в консультации пенсии получаю, несколько раз обращался им. Они очень вижливые, грамотные, культурные люди. Я от всей души им желаю здоровья, счастья. И Ваши вопросы всегда находятся решения. Всегда они решают вопросы положительные. Спасибо. Наши зрители, мы беседуем с заведующим отделом социальной защиты населения Розелёйка Птухаевна Дускаевой. Наш отдел занимается социальной защитой малоимущих граждан. К этим категориям относятся одинокие престолелые, инвалиды второй, третьей группы, многодетные семьи, имеющие четыре более детей, также категория по потере кормильца. На сегодняшний день в торговой точке города у нас прикреплено 230 человек. Получают товары по утешевленным ценам. Также у нас зарегистрированы списки многодетных семей. Им оказана одноразовая гуманитарная помощь, одноразовая материальная помощь, то есть денежная. Пользуются, также у нас пользовались 93-й год по сентябрь месяц бесплатным питанием. Это 50 человек. Сюда входили те одинокие престолелые, которые не могут сами себе обеспечить ежедневными продуктами. Советом выделено полтора миллиона рублей на бесплатные продукты. Вот на сегодня мы занимаемся дотацией к минимальному доходу. Выплата производится через почтовое отделение. И много к вам обращаются пенсионеров? Обращаются очень много. Просят деньги для ремонта квартиры, для приобретения, допустим, газовой плиты. И вот недавно к нам обратилась пенсионерка. И какими решениями они уходят? Конечно, положительными. Отдел натуральной помощи у нас представляет также Лена Галимхановна и Зиля Вазировна. В основном занимаются девушки прикреплением торговой точки, натуральной помощью, выделением гуманитарной помощи. И я уже, как сказала, расчетом дотации к минимальному доходу. Пока взрослые живут своими заботами и проблемами, первоклассники учатся читать и писать. Здравствуйте, ребята! Привет! Садитесь. Все, ребята, продолжаем. Взяли все, ребятки, ручки? Правильно взяли ручки? Будьте умницами. Хорошо. И положили. Спинки ровно держим. Не забыли, да? Давайте правила повторим. Парта — это не кровать, и на ней нельзя лежать. Хорошо, молодцы. Теперь посмотрите, пожалуйста, как я буду вам подпользовать. Писать в букву О. Внимательно смотрите, как пишет Належда Павловна. И отрицание, как у нас было. Во всех школах начались учебные занятия. Вот мы сейчас, уважаемые телезрители, находимся в средней школе номер 5, в первом А-классе. Всем ребятам полюбилась учительница Надежда Павловна. Восемнадцатый год. Старательно ребята выводят буквы. Ребята старательно выводят буквы. Ах, какой это все-таки тяжелый труд. Молодцы у меня, ребят. Как они стараются. Кто написал, сидим немножко отдохнем. У нас в голову у вас лучше всех получилось. Ну-ка, я пойду на смотрю. А Леша хорошо написал. Писать тоже. Хорошо. Оле хорошо получилось. Молодец, Оле. Дальше будем. О, а вот здесь написали, с листочкой. Да, вот здесь. Да, молодец. Настенька хорошо получилась. Вот у нас все тетрадки. Посмотрим, ребятки. Посмотрите. У нее все ровненько. Уже нужно стараться. Кто старается, у всех так же и получится хорошо. Молодцы. А теперь, наверное, Надежда Павловна, мы обратимся к самим ребятам. Тебе-то вам нравится учиться? Да. Очень, да? Да. Вы как-то, вы уже взрослый, теперь встаете рано по утрам вместе с родителями, спешите в школу, да? Все вместе. Как тебя зовут? Меня зовут Резида. Как фамилия? Акмалитинова. Акмалитинова. Резида, тебе тоже нравится учиться, да? Да. А ты в саде ходила до этого? В какой ты саде ходила? Я... Я в девятый ходила. Ну, получаются у тебя буквы? Некоторые получаются, а некоторые еще не очень. А которые самые вот трудно-трудно выдают? Которые буквы очень трудно писать? Пока труднее У. У писать, да? А ты читать вот учишься, наверное, да? Да, я умею читать. Читать умеешь, да? Да. Тут-на-та, тут-на-та, у-на-ты, у-т-ки, тут у-на-ты, у-т-ки. Спасибо большое, Резида. А кто тебя учил? У меня есть сестра, она тоже в этой школе учит. В каком классе? Во-втором. И вот когда она читает, когда она в первый класс ходила, она читала. И тогда, когда она читала, мне тоже охота... Охота... Стала тоже... Тебе тоже захотелось хорошо читать, да? Да. И я начала потихоньку читать. Резида, молодец. Резида. А вот ты когда вырастешь, одиннадцатый класс закончишь, будешь хорошо учиться, кем ты хочешь стать? Я пока не знаю. Пока не знаешь? Еще не думала об этом? Нет. Резида. А у тебя есть какая-то мечта? Вот если бы, например, была сказочной принцесса, что бы ты сделала? Я бы сделала, чтобы все хорошо жили и не болели. Можно бы с тобой познакомиться? Как тебя зовут? Ренат Габитов. Ренат Габитов. Тебе нравится учиться? Знается. Ну, садик пойдем. Лучше в садик, интереснее, может быть? Нет. Нет, да? Хочешь учиться, хочешь уметь читать, писать, хорошо, да? Да. Ренат, а вот такой вопрос. А ты любишь свою учительницу? Люблю. Очень любишь, да? Угу. Ренат, а ты вырастешь, может, знаешь, с кем ты станешь? Может, думаешь уже об этом? Задумывался над этим вопросом? Угу. Кем ты будешь? Дома строить хочу. Дома будешь строить? Ну, молодец. У меня Валерий Фартур. Валерий Фартур, да? Где ты аж тут живешь? Улица Победы. Улица Победы, да? Недалеко? Вот здесь. А как по утрам вставать? Рано ведь встаешь, наверное. Трудно, да? Очень трудно, да? Но уже привыкаешь? Кто кем хочет встать? Руки только поднимите и с места. Вот ты первым поднял. Кем ты хочешь встать? Сиди-сиди. Моряком. Моряком. А ты? Погромче, пожалуйста, ребята. Ладно, чтобы все слышали. Кем ты хочешь встать? Володя, кем будешь? Володя, кем ты станешь? Когда врастешь? Кем хочешь быть? Кем? Строителем. Строителем. Ну, молодец. Еще кто? Хочу стать. Кем? Врачом. Врачом хочешь стать? А ты кем хочешь стать? Начальником. А ты кем хочешь, Настенька? В библиотеке. В библиотеке хочешь работать? Вот, девчонка. Эльза? Больца. Эльза. Учителем хочешь стать? Как Надежда Павловна, хочешь стать учителем, да? Ну, молодец. Рези, да, ты тоже. Теперь уже знаешь, кем будешь, да? Подумала об этом? Рези, да, кем будешь? Я хочу танцевать балетик. Как? Я хочу танцевать балетик. А, балериной хочешь стать, да. Кем будет? Пока еще не знаешь. Не задумывалась. Милиции. Вопрос задать. А зачем ты хочешь стать милиционером? Чтоб никого не убивали. Чтоб никого не убивали, чтобы не было беспорядков, да? Да. Ну, мы надеемся, вот ты вырастешь сам с милиционером, и на самом деле у нас и на Оле, и в нашем районе станет намного легче жить. Вы уже не первый год работаете в школе. Скажите, пожалуйста, вот в этом году чем отличаются ребята? Вообще я могу сказать о ребятках только то, что мне, наверное, с наборами всегда везет. У меня ребятки добрые бывают и старательные. Вот чем этот набор отличается, точно я даже определенно сказать не могу. Я только знаю то, что все мои ребятки обычно бывают старательные, добрые. Вот в этой школе я веду третий набор взяла, и, по-моему, опять мне повезло с ребятами. Это не, я не знаю, ребятам больше повезло, или вам больше повезло. А, ребята, вы, может быть, что-то скажете? Вы учительница, вам, Надежда Павловна, очень нравится, да? Да. А что вы желаете ей? Может быть, скажем, что вы ей желаете, Надежда Павловна? Счастья. Счастья желаете? Спасибо. Вот, и что ты желаешь, Надежда Павловна? Счастья. Счастья желаешь. Вот у нас девочка. Гульнар, что ты желаешь? Сейчас я подойду поближе, желаю, и еще кто-то, ребят. Ельза, мы к тебе подойдем. Чтобы жила счастлива. Чтобы жила счастлива. Вот, Надежда Павловна, по желаниям ребят, мы желаем вам здоровья крепкого, чтобы вы никогда не болели, чтобы они выросли у вас, чтобы они были у вас такими прилежными, чтобы учились хорошо, а ребятами желаю, чтобы они побыстрее закончили школу. Хотите этого? Да. Чтобы они стали взрослыми, и чтобы о чем они вот мечтали, чтобы все это воплотилось в жизнь. Уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем свою придачу.